начинаем вязание квадратиков блоков для создания пледа белая ворона сегодня нам понадобится 3 цвета основной ну который у нас ушло больше всего у меня это темно синий и джинсовый цвет светлый серый и красный разделитель три цвета и из этих трех цветов мы с вами будем провязывать вот такие блоки сначала снизу внизу темный цвет серый темный серый темный серый и каждое из них мы будем разделять красной полосочкой это лицевая сторона это изнаночная никаких протяжек никаких лишних хвостиков здесь я не стала делать длинную протяжку мне кажется проще оторвать нить и завязать узелок и спрятать маленький хвостик в шов когда он будет если вы хотите не хотите рвать нить вы можете делать протяжки но тогда вам придется тоже что-то делать с этими протяжками потому что они будут мешать мне кажется проще оторвать небольшой хвост и связать нить и так как вязать я сейчас вам покажу задача провязать 12 вот таких вот элементов их много ровно 12 штук это половина пледа то есть половина частей нас будет иметь вот такой вот вид смотрите урок по вязанию квадратиков и провязывайте 12 элементов половину пледа белая ворона приступаем к вязанию квадратиков у нас есть 40 петель возьмите какой-нибудь инструмент которым вы делаете метки у меня это косметический карандаш выдвигающийся очень удобно и сейчас мы с поставим на машине метки неважно какой вас машина метки можно ставить на любую это гораздо удобнее чем продумывать и каждый раз вспоминать сколько игл вы использовали в прошлый раз так можно сначала руками по краям у меня останется по 4 иглы 1 2 3 4 и ставим метки 4 иглы 1 2 3 4 5 4 4 иглы 1 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 нечетное количество блоков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и ставим метки между иголками 1 2 3 4 5 6 8 меток поделили четверки и пятерки таким образом мы с вами выйдем на нужный размер полотна теперь делаем набор любым удобным способом которым вы привыкли провяжите один ряд катушечный для того чтобы мы получили хорошие открытые петли по краям потому что соединять соединять полотна мы будем через открытые петли и можно навесить гребенки можно гребенку но поскольку у нас вязание будет частично перекашивать вот так вот полотно лево-вправо я пользуюсь крабиками один ряд катушечный набор для брусовой нити вы можете выполнять вот как считаете нужно как привыкли как вам нравится тут никаких особенностей нюансов нет крепление чтобы не не растянулись крайние петли закончили подготовку брусовая нить начинаем вязать вы сейчас пожалуйста очень внимательно потому что мы будем менять последовательность вязания для того чтобы четко перейти на одну сторону на вторую это важно включаю счетчик первая нить основной цвет у меня будет темно такой джинса цвет джинсовый он у меня будет основой им я буду пользоваться каждый каждый деталь и сейчас первую партию квадратиков мы начинаем именно с него провязываем общий ряд и теперь у кого машина с нить водом включаете рычаги частичного вязания у кого машина с ручной прокладкой просто выставляете иглы в переднее положение все кроме первой четверки 4 иглы остались в работе рычаги частичного вязания включены начинаем выполнять прибавление рядов 1 обвели иглу 2 5 игл пометки 4 иглы 5 иглы каждый раз обвивайте иглу стоящую в крае 4 иглы 5 4 остается завершающий блочок 4 иглы ставим их в работу и провязываем ряд все работа с первым блоком завершена 18 рядов на каретке отрезаю нить слишком слишком длинную не делайте потому что мы будем завязывать узелок и пользоваться этой нитью мы уже не будем аккуратненько подвязали чтобы не растягивались петли теперь разделите красный цвет один общий ряд от каретки то есть каретку мы не перегоняем в пустую ни разу мы каждый раз используем проход каретки для работы поставили нить провязали разделение опускаем нить красный разделитель вниз и не отрезаем ей мы будем пользоваться в следующий раз она у нас остается мы ее не трогаем берем второй цвет серый каретка справа значит справа и начинаю вязать вставляю нить водитель провязываю общий ряд то есть блок 19 рядов можно если вы отработали вот этот механизм вязания вы можете отключить счетчик и не контролировать себя на самом деле 19 рядов вместе с красным каждый раз у нас будет получаться провязали общий ряд ставим переднее положение всех кроме первой четверки поэтому у нас и было нечетное количество блоков чтобы слева и справа они были симметричны рычаги частичного вязания включены начинаем вязать 4 5 обвели углу 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 15 16 18 15 16 16 Общий ряд. Ставим в переднее положение все иглы, кроме первой четверки. И начинаем провязывание второго треугольника. Четыре. Пять. Четыре. Пять. Четыре. Метки для того и нужны, чтобы вы не путались и каждый раз выводите. Входили в рабочее положение нужное количество игл. Завершаем. Все. Вязание темного блока закончено. Завяжите хвостики, чтобы они не потерялись, не развязались. Беру красный разделитель, вставляю в нити водитель, перевожу каретку на другую сторону для вязания серой части. Провязали. Серая нить, общий ряд и так далее. То есть каждый раз у нас получается, что мы закончили вязание одного блока и с этого же места начали вязание второго блока. И в итоге получается вот такая конструкция. Красная нить не прерывается нигде. Серые. Ну вот так вот у нас как идет. С одной стороны у нас темные хвостики, с другой стороны светлые. Вот они. Вот так выглядит наше полотно. И вот так оно выглядит с лица. Вот они наши уголки. Каждый раз начинайте с одного цвета. И каждый раз отслеживайте, чтобы у вас четко с одной стороны закончили вязание, с этой же стороны пошло начало вязания. Чтобы вы не перепутали и ничего не перемешалось у вас. Если вы ошибетесь где-нибудь на ряд, на два, это тоже будет не страшно, потому что конструкция позволяет отдеформировать полотно так, что оно встанет на место. То есть мы сошьем эти полотна и они все равно примут нужное положение. Так, связали. Три синих, три серых. На сером закончили. Один ряд катушки и сняли на бросовую нить. Все. Вот это наше полотно. Мы сейчас с вами провязали. Провязана сейчас вот она, часть, две штучки. Сейчас еще серенькую, темную и серую. И снимаем на бросовую нить. Получаем вот такой вот абсолютно ровненький квадратик. Он периодически перекашивается в одну сторону, в вторую. Видите, она перекосилась. Сейчас мы серым выровняем, и он встанет прямо. Такие вот уголки. Не забудьте. Еще раз, там где вы закончили вязание, с этой же стороны, начинайте следующую деталь. Так, спасибо. Спасибо. Спасибо.